Привет, друзья! Теперь я вам расскажу то, чего вы нигде больше не увидите и не услышите. Это очень важно. Видите, здесь синхрогимнастика. Потому что вы подбираете действия синхронные текущему состоянию. И когда действие совпадает с вашим состоянием, у вас снимается напряжение. Да, и вот я вам теперь расскажу критерии, с помощью которых вы подбираете индивидуально себе действия из всего разнообразия различных движений, например, что вам подходит. Вам подходит то, что вы подбираете по критерию максимальной простоты и комфортности. Да, вам приятно, например, делать вот такие движения, делайте такие, вам приятно делать плавательные, делайте такие. Максимальная комфортность – это когда вы не затрачиваете энергии. То есть там нет противоречия между вашим текущим состоянием и действием. Поэтому вам не надо ничего преодолевать. И поэтому у вас возникает целостность, напряжение лишнее падает, и вы выходите на состояние вплоть до безмятежности из любого стресса. А теперь я вам скажу важное. Дело в том, что, вот смотрите, у нас, когда мы думаем, когда мы думаем о чем-то, возникают иногда пики напряжения. И вот мы эти пики напряжения нарисуем. Вот у нас возникает, вот пик, потом опять пик, потом опять пик, потом опять пик. Если мы думаем о чем-то неприятном, у нас вообще большой пик возникает. И мы, когда думаем, вот эти пики напряжения, вот эта волна, ее надо сбрасывать. Потому что эти пики напряжения иногда вызывают зависание, зацикливание, застревание. Как в компьютере. Это так работает компьютерная часть нашего мозга, которая устроена как компьютер в этой части работы. Это я вам все рассказываю из моей новой модели работы мозга, которая новая в том смысле, что многие ее не знают. А так-то она старая, она давно не опубликована. И она помогала мне выводить людей из тяжелых состояний после терактов и так далее. Так вот, еще раз, чтобы вы легко могли думать, не застревая, эти пики напряжения, которые возникают, вы время от времени сбрасываете действиями синхронными вашему текущему состоянию. Поэтому вы делаете по существу саму суть синхрогимнастики, только инстинктивно. Например, вы о чем-то думаете, о чем-то размышляете, потом что-то вспомнили, тяжелое, неприятное, и невольно стали качаться. Почему? Потому что вы стали сбрасывать пики напряжения, которые при этом возникают. Потому что покачивание – это цикличное движение, это маятник, там есть начало и конец, такой протяженный, как вечность. То есть по существу это бесконечность. Да, это интересно, правда же, да? То есть вы думаете о чем-то конкретном, в ритме мышления, о вечном. И поэтому вам легче переносить это напряжение. И легче сохранять способность думать. Еще раз. Если у вас есть какое-то переживание, ну трагедия случилась, утрата какая-то, или вы переживаете перед экзаменом, перед выступлением, перед какой-то поездкой, перед самолетом, неважно. Если вы переживаете, если вы отпустите свое тело и будете переживать на фоне вот этого, ну назовите это маятник, назовите это волна. У нас называется ключевая волна, потому что это осознанно делаете, не инстинктивно. Делайте это осознанно. Вот сейчас Николай Сорокин звонит, мы сейчас не будем делать видео. И вы посмотрите его. Короче говоря, Николай, дорогой, я сейчас закончу ролик про то, что почему у нас возникают пики напряжения. И почему мы, когда думаем о чем-либо, мы непроизвольно делаем действия, синхронные нашему текущему состоянию. Например, я тебе сейчас что-то говорю и при этом жестикулирую. Жестикулирую. Это мы делаем обычно инстинктивно. Да, и мало того, я тебе сейчас скажу, что эти пики напряжения, они вызывают застревание и не позволяют человеку дальше думать. Поэтому он время от времени их должен сбрасывать. И это происходит синхронизация с помощью его движений. Он может покачиваться, может дергать рукой, может чертить в воздухе какие-то фигуры и так далее. Или может делать плавательные движения, или может делать движения дирижерные, так дирижерские. Ты меня слышишь, Коля? Да, да, я слышу. Я сейчас рассказываю, вот я нарисовал на доске. Это пики напряжения, которые возникают у человека, когда он думает о чем-то. Особенно, когда он думает о том, что очень сильно ему эмоционально тяжело переживать. Он сопровождает или равномерными покачиваниями, а мы это осознали и сделали ключевая волна. Если вы переживаете любое переживание на фоне колебаний, приятных для вас по критерию максимального соответствия, то есть по критерию максимальной комфортности. Кто-то часто качается вот так, вплоть до тряски, кто-то медленнее, кто-то из стороны в сторону, кто-то по кругу, кто-то восьмерочкой, кому-то легче с влево-вправо. И получается вот такая непрерывность. Поток. Поток. То есть, если вы попадаете в поток, то у вас снимаются пики напряжения, которые вызывают застревание. Почему я это повторяю несколько раз? Потому что повторение мать учения, и в то же время мы подбираем, то есть мы к этому старому правилу повторения мать учения, повторяя пока не получится, добавили новое правило. Подбирай то, что у тебя получается. Принцип подбора путем перебора, по критерию максимального соответствия, по критерию комфортности, в конце концов, выведет тебя на состояние безмятежности. Да. А если ты будешь сопровождать процесс своего мышления, снимая пики напряжения, которые вызывают зацикливание, застреваемость, то ты даешь свободный ход мысли. Поэтому, когда человек нервничает, он непроизвольно ходит туда-сюда по комнате, качает ногой. Если он сильно нервничает, то он быстро качает ногой, медленно качает. Значит, мы видим, что эти нервные движения медленные. Значит, не так сильно. Поэтому еще с другой стороны, один вызывает в спорте, выбирает в спорте плавание, другой скачет на коне, а третий водит автомобиль. Или кто-то там вышивает или играет на барабане. То есть каждый подбирает себе эффективно те действия, которые ему помогают лучше думать. Да, потому что человек хомо сапиенс. А я еще хочу сказать, Коля, мы сейчас с тобой выйдем на связь и сделаем с тобой запись, и все посмотрят. Я еще хочу сказать, что человек по своей природе – существо мыслящее. А когда человек мыслит, он пользуется некой логикой. А вот так получилось, что много лет, по каким-то разным причинам, мы их здесь не обсуждаем, это не политический канал, по разным причинам у него отшибли способность думать. Потому что он постепенно превращается в исполнителя-потребителя. Почему так происходит? Ну, потому что… Потому. И мы об этом тоже поговорим. И как сделаться так, чтобы думать, человек сохранял способность? Я вот сейчас один из элементов рассказываю. Если вы переживаете, переживайте на волне, подбирайте форму волны, или это покачивание, или это лыжник упражнение, или это хлёст, или шалтай-балтай. Подбирайте, а сам процесс подбора путем перебора развивает творчество и мышление. Итак, сейчас я здесь отключаюсь, а вы пишите, пожалуйста, друзья, вопросы, потому что и Николай Сорокин нас сейчас слышит. И эти вопросы тоже послужат тому, что он тоже, может быть, на них ответит. Пишите быстрее. До встречи.